Приветствую вас, давайте рассмотрим ваш вопрос, познакомилась с мужчиной в интернете, ему 45 лет, мне 30 лет, общение началось активно, было интересно и приятно общаться, переписывались около двух недель, потом позвонил и предложил встретиться, я поехал к нему на машину, он сел в машину, я почувствовал очень легкий запах перегара, вечером гуляли, общались, все было здорово, на следующую встречу он пришел абсолютно трезвым, и пошел в кафе вместе с пельминой. Вечер бросил чудес, третий раз, мы запланировали нашу встречу, он пришел с букетом и снова с запахом спиртного, но в этот раз ему было видно, что он немного пьян, пошли в кафе, я пила вино, он сказал водку, отмечали ему день рождения, он напился, на следующий день бросил прощения и сказал, что такого больше не повторяйте, мне было очень неприятно, но просила, говорит, что не, алкоголик зовет знакомиться с его мамой, подскажите, может ему верить или нет, мне безумно нравится, но очень боюсь связывать свою жизнь с алкоголиком, может стоит обратить внимание на какие-то еще вещи, чтобы понять, пьющий он человек или нет, общаемся каждый день много через голосовые сообщения, часто голосовыми сообщениями, не замечая, что он пьяный, спасибо. Итак, первое, вы почему-то боитесь связывать свою жизнь с алкоголиком, этот страх, на мой взгляд, вызван вашим прошлым опытом, вероятно, в детстве, если это так, то в первую очередь здесь нужно обратить внимание, не на то, что, ну, пьющий человек или нет, а на вас, и на то, что вы, в общем-то, склонны к созависимости. У созависимых есть ряд, есть ряд особенностей психологических, такие как склонность к контролю, желание быть сильнее, чем человек есть на самом деле, вот, и проблема с самосынкой, вот, это нужно корректировать. Дальше, я не совсем понял, за что вы его прощат, то есть, что он такого сделал, ну, то есть, да, человек напился, это правда, но что он конкретно сделал? Вы спрашиваете, пьющий он или нет, он пьющий, потому что он пьёт хотя бы с вами, он пьющий. Вот, зависим он от алкоголя или нет, сказать, потому что здесь есть много нюансов, но мне кажется, что ключевым здесь выступает не до пьющий он или нет, а то, как вы, например, привыкли говорить с ним или вообще говорить о своих чувствах. То есть, понимаете, тот факт, что мужчина с вами чувствует вину, вот именно факт того, что он чувствует вину, это говорит о том, что вы в неравных позициях, то есть, вы выступаете в позиции типа над, то есть, вы находитесь в над позиции, и вот это, на мой взгляд, прямой путь к созависимости, потому что как раз таки созависимый человек, и пытается быть в подобной позиции, то есть, равноправных отношений человеку выстраивать сложно, если не сказать больше. Я думаю, что помимо всего, помимо всего прочего, самым легким способом ответить на ваш вопрос было бы познакомиться с его мамой, и поговорить с ней, посмотреть на нее, как она себя ведет, посмотреть, как будет вам с ней, то есть, будете ли вы, например, например, чувствовать себя с ней комфортно, будете ли вы себя чувствовать с ней хорошо. Хорошо. Это очень важно, потому что если вы почувствуете, что вам, ну, скажем так, не очень хорошо с ней, то есть, если вы почувствуете, что, ну, вот, есть какое-то напряжение, например, вот, то, в этом случае, скорее всего, она тоже созависимая, и тут уже, может быть, действительно, у человека есть зависимость. Но, опять же, повторюсь, это нужно все индивидуально разбирать. Вопрос. Я бы обратил внимание на то, как вы обращаетесь с тем, что вам не нравится. То есть, если вам неприятно, да, то вот, как будто вы говорите, мне было неприятно, но я простила. Это очень важный момент, что именно вам было неприятно и как вы простили. Здесь очень легко начать обходить свои чувства. Здесь очень легко начать игнорировать свои эмоции, игнорировать свои ценности, свои приоритеты. Очень легко достаточно это начать делать. Вот. И это, да, тоже, тоже прямой путь к созависимости. Вот. Как видите, здесь очень много зависит от вас. Здесь очень много зависит от того, как вы относитесь к себе. Вот. И это нужно поисследовать. Исследование и последующая коррекция поможет вам избежать и в целом исправить вектор выстраивания отношений с мужчиной. Дальше, всем хочется сказать. Вы говорите, что познакомились с человеком в интернете. Почему? Почему в интернете? Почему в интернете? Обычно люди знакомятся в интернете тогда, когда есть элемент страха. Либо негативного опыта во взаимодействии. Вот. Дело в том, что в общении в интернете часто присутствует такая структура, как недостаточность общего между людьми. И, соответственно, это также может привести к возникновению созависимости. Потому что когда у людей мало общего, вот это означает, что потребности человека центрируются на одной или нескольких сферах. Ну, на одной или нескольких, да? Вот. И, соответственно, от них зависит благосостояние и равновесие, баланс психических человек. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.